Всех приветствую, ребятки! С вами, как всегда, Юрикод. Мы продолжаем играть в игрушенцию Surviving Mars. Это вторая серия, и игра мне очень понравилась. Но нам нужно разбираться дальше, потому что многие вещи остаются непонятными. Значит, в прошлой серии мы с вами увидели уведомление о том, что необходимо построить биокупол. Я прочитал ваши советы, вы сказали, что я построил не в очень удачном месте, потому что все ресурсы находятся где-то очень далеко. Но, ребят, давайте попробуем здесь повыживать, потому что изначально я-то как бы не знал, где строится. Построились, где построились, тем более, что мы играем на самом легком уровне сложности. ДУ-разведчик, давайте мы его отправим сейчас на аномалию, пусть он там и следует, получит какие-нибудь очечи. Ну, а мы попробуем построить сейчас с вами какой-нибудь биокуполок. Интересно только, будут ли вот эти ресурсы у нас собраны, и сможем ли мы расстраиваться дальше? Или нужно будет поставить его где-то в другом месте? В конце-то концов у нас есть ресурсы еще где-то здесь. Дроны почему-то стоят, ничего не происходит, хотя вроде бы как они работают. Свалка у нас продолжает захламляться, доступные ресурсы шлак 46 из 70, место в принципе есть. Ну и, конечно же, конечно же, друзья, у нас не хватает энергии, потому что нет ветряков. Есть только солнечные панели, которые в ночное время суток, они, конечно же, отключаются. И вот у нас пишутся неработающие постройки, энергии всего три, которые работают, собственно, от вот этих вот генераторов, которые называются генератор стирлинга. Если хотите больше игры, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А мы сейчас попытаемся что-нибудь соорудить. Давайте посмотрим, где у нас находится этот самый биокупол. Так, здесь у нас выпариватель, зарядная станция с эудронами, уже недоступна, нужны ресурсы и можно за ними послать, собственно говоря, ракету. Базовый купол. Небольшой купол, вполне подходящий вариант для молодой колонии. Микрокупол. Самая бюджетная конструкция купола с минимальным жилым пространством. Высотку по таким куполам не построишь. Цилиндрический купол. Анализ аномалий завершен, можно исследовать новые технологии. С этим мы разберемся немножко попозже. Цилиндрический купол. Один из вариантов конструкции купола малого размера. Просторнее обычного купола, но не вмещает высотку. Переходы есть и пандусы для переходов. Значит, здесь цена у нас 80, видимо, бетона, 20 слитков, 10 очков, как они у нас там называются. Особые ресурсы. А это основные ресурсы. Слушайте, ну это достаточно много. Я вот думаю, может быть... А давайте мы посмотрим, что они из себя вообще представляют и как это все будет работать. Так, здесь нам необходимо будет подключить кабель. А теперь посмотрим, что у нас с этим куполом. Слушайте, ну в принципе его можно будет построить и под ним можно будет строить какую-нибудь высотку. Давайте попробуем установить где-то здесь, возле... Где-то вот здесь, возле солнечных панелей, мы его, наверное, и установим. Я очень надеюсь, что сейчас дроны все-таки бросят все свои усилия на постройку этого всего дела. Так, тут у нас место производства бетона. Слушайте, сюда нужно будет поставить еще, наверное, одну вот такую штучку, которая называется у нас... Называется она бетоноэкстрактор. Давайте мы его сюда установим. Слишком далеко от работающего СУ дронами. Ничего страшного. Мы сможем туда перевести колесную вазу, собственно говоря. Слушайте, а можно это как-то... Да, это можно как-то развернуть. Очень большое пятно, кстати. Мы попытаемся сейчас его поставить, наверное, вот таким вот образом. Да? Давайте попробуем поставить. Значит, устанавливаем. Хорошо. Нам нужно будет подать туда, конечно же, питание. Но пока что, пока что я предлагаю взять вот эту вот штуку. ДУ-самоход. Это неинтересно. ДУ-транспортер. Это то, что добавляет, доставляет у нас ресурс. ДУ-самоход. Давайте мы, наверное, будем его сейчас перевозить. Все дроны у нас, собственно говоря, складываются. Пока что, пока что, ребят, мы это все дело оставим. Вообще, по-хорошему, нужно было бы создать еще один. Давайте попробуем его оттранспортировать куда-нибудь в ту сторону. Подождите, мы что, типа высадили его, да? Хорошо. Давайте, поехали. Он у нас движется дальше. Хорошо. Так, значит, ДУ-разведчик мы с вами возвращаем домой, потому что больше в этом нет никакой необходимости. Хотя сканирован подлежащий застройке зона редкие металлы, которые тоже нужно будет, естественно, подобывать. Что насчет купола? Будет ли он вообще хоть как-нибудь строиться? Я смотрю, что ресурсы сюда какие-то сводятся. Если мы сюда нажмем, мы увидим, да, что бетона привезли 8 из 80, металла в 7 из 20, полимеров 6 из 10. Стройплощадка, дроны возведут заказанную постройку. Как только на стройплощадку будут доставлены все необходимые ресурсы. Хорошо, я не против. Проблема с транспортировкой. Высокая загруженность дронов. Сектор Е5 сканирован. 43 ресурс у нас там найдено. Слушайте, ну, хотелось бы разобраться все-таки с водичкой. Я так понимаю, что кислород у нас из бака будет подаваться непосредственно в этот биокупол. Значит, скорость у нас, в принципе, достаточная. 14 из 80. Нужно будет заказывать все-таки дронов, потому что их реально прям жесткая нехватка. Но что нам для этого необходимо? Во-первых, давайте попробуем просканировать другие какие-нибудь области, которые находятся где-то рядом возле этого самого купола. Будет первый и второй. Может быть, где-то здесь мы найдем воду. Она будет близко возле купола. Тогда мы сможем ее подавать по трубам непосредственно в этот купол. Либо в какую-нибудь водонапорную башню, которая будет стоять где-то рядышком. Для этого все равно опять необходимы ресурсы. Так, вот сюда мы, наверное, пошлем еще что-нибудь. Здесь у нас все это дело... А, слушайте, у нас-то ресурсов не хватает. Получается, что нам для возведения бетона и экстрактора необходимы металлы и запчасть. Нам сейчас нужно будет послать наш транспортер непосредственно сюда. Попытаться сейчас загрузиться. Давайте попробуем. И отправим его уже непосредственно туда вместе со складом. То есть склад у нас будет находиться где-то здесь. Здесь мы ставим, значит, вот такой вот складик, который будет находиться вот... Да, где-то вот так. И поставим еще... Слушайте, а они возвращаются. Они... Подождите. А, вот, они добывают уже ресурсы, месторождение металлов, залежи рассеянных металлов, разрабатываются дронами или дву-транспортерами. Но, наверное, нужно будет поставить еще универсальный склад. Универсальный... А, это мы поставили универсальный склад. Теперь нам необходим склад бетонохранилища. Бетонохранилища мы установим тоже где-нибудь здесь. То есть они его строят, как бы, и все у нас доставляется куда-нибудь сюда. Автосохранение прошло. Хорошо. Это вполне себе неплохо. Ты у нас загрузился или такое себе? ДУ-транспортер. Давайте узнаем. Бетона 12. Запчасти пока один. Я так понимаю, что... Будет ли он загружать? Да, ребят, он загружается. Все. Пока достаточно. Давайте мы попробуем его отвезти. Теперь сюда. Давай едь. Разгружайся. И я надеюсь, что... Что все будет работать. Здесь же нужно будет поставить какую-нибудь ветродуйку, ебта, для того, чтобы как-то это все работало. Потому что солнечные панели, они как-то типа не алло. Выберите технологию. Хорошо. Давайте выбирать технологию. Автономные датчики. Физика. Исследовательские вышки функционируют, но не потребляют энергии и не нуждаются в обслуживании. Штука неплохая, но, наверное, это нам не нужно. По робототехнике. Кластер дронов. Центр управления дронами сооружают сразу с дополнительными дронами две штуки. Это можно исследовать. Подождите пока. Разведчики с искусственным интеллектом. У нас тут есть улучшенные марсианские двигатели. Магнитная фильтрация. Социальный Марс в прямом эфире. Слушайте, давайте, наверное, дальше продолжать исследовать дронов. Это будет первое. А вот это второе. Разведчики с искусственным интеллектом. А бототехника вырабатывает 100% исследований. Засол за каждый ДУ-разведчик. При использовании нескольких аппаратов вычитается штраф за сотрудничество. Пока этого, ребят, достаточно. Стройка у нас идет полным ходом. Для ветродуя нам понадобятся, скорее всего, какие-нибудь дополнительные ресурсы. Поэтому давайте посмотрим. Так, тут есть у нас тоже какие-то ресурсы. Здесь есть ресурсы. Это место производства бетона. Черт возьми, нужно было устанавливать сюда. Но это будет следующей точкой. Я думаю, что, в принципе, все будет нормально. Слушайте, давайте мы попробуем с вами разобраться с доставкой. С доставкой грузовых ракет. Значит, ДУ-самоход я могу купить. Смотрите, один. Так, металлы, бетон, пища, полимеры, запчасти, орбитальный зонд. Неинтересно. Дроны. Давайте попробуем взять штучки три дронов. Возьмем еще один, наверное... Ой, я даже не знаю. ДУ-транспортер один, наверное, мы с вами выхватим. ДУ-разведчик пока не нужен. Самоход. Ну, транспортер пока что. Давайте немножечко, наверное, дадим себе полимеров. Ой, слушайте, ну это прям как-то дорого. Запчастей себе дадим немножечко. Электроники. Орбитальный зонд. У нас есть орбитальные зонды, и походу мы их не используем. Дронов. Давайте дронов мы больше дадим. Так, управляемый аппарат способный перевозить чини дроны, а также отдавать им команды. Слушайте, ну один самоход нам тоже нужен. Это будет стационарная база на колесах. Типа, стационарная база на колесах. База на колесах для дронов тоже будет. Разведчик нам пока не нужен. Можно купить, значит, эту самую ракету. Пища. Пища нам пока не нужна. Я так понимаю, что мы сможем заказывать еще что-нибудь. Давайте закажем больше металлов на всякий случай. Закажем... Че, 15 всего? Доступные ракеты 45. Походу мы с вами не влазим в грузоподъемность. То есть здесь у нас 6000. Если мы сделаем вот так, почему-то 1000 килограмм. Бюджет 24630. Я типа все трачу что ли? Да нет, я не все трачу. Получается, что просто больше сюда ничего не влазит. Видимо, как-то в штуках это все у нас работает. Запустить. Так, я подозреваю, что ракета у нас сейчас где-то прилетит сюда. Или не прилетит. По всей видимости, нужно было купить эту самую ракету. Поэтому давайте мы опять перейдем сейчас сюда. Так, грузовая ракета. Еще раз. ДУ-самоход. Слушайте, а у нас бюджет... Я не очень понял, будет ракета или не будет ракеты. Че-то как-то, как-то че-то по-нищебродски. Че-то как-то... Бомбардировка метеороидами до начала бедствия 16 часов. Да ладно, разберемся мы с этим. Это не проблема. Слушайте, давайте мы здесь установим, наверное, сейчас ветряк. Потом разберемся все-таки с ракетой. Потому что бетон... Бетон хотелось бы все-таки, чтобы он как-то создавался. Ветрогенератор. Пылевые бури и расположение на больших высотах повышают производительность. Так, значит, устанавливаем куда-нибудь... Устанавливаем куда-нибудь сюда, я так думаю. Да, вот таким вот образом. Теперь мы берем с вами силовые кабели и тянем. Тянем это вот таким вот образом. Все, сейчас они все это дело построят. По идее, всего у нас с вами хватает. Давайте посмотрим. Значит, ветрогенератор... Блин, ничего, не хватает ресурсов получается, да? Проблема с транспортировкой. Сектор А6 подсканирован. Хорошо, хорошо, я не против. В принципе, все это нормально, все это работает. Что с куполом? Сколько всего остается? Значит, остается только один бетон. Я думаю, что вот сюда можно будет поставить еще одну шахту. Бетонный экстрактор для того, чтобы все это быстрее происходило. Но, может быть, может быть, они все-таки справятся как-нибудь здесь. Значит, смотрите, ДУ-транспортер. Берем маршрут. Даже не берем маршрут, а просто выгрузим сейчас все это вот сюда. Нет, не так мы это все сделали. Выгрузим сюда. Зачем нам загружать? Нам нужно выгрузить, потому что здесь работают только в основном адроны. Возьмем сейчас, наверное... Как это сделать? Загрузить ресурс. Нам не нужно загружать ресурс. Нам нужно выгрузить... Хотя, с другой стороны, зачем, если все и так работает? Здесь выработка энергии 5.5, а необходимо... А необходимо всего-то ничего. Ну, в принципе, процесс как бы пошел. Ладно, давайте мы вернем наш транспортер. Для того, чтобы он нам пригодился где-нибудь в другом месте. Все, там у нас работа, в принципе, кипит. Скорее всего, придется поставить туда еще какую-нибудь свалку. Очень надеюсь, что скоро все это заработает. В принципе, здесь можно установить... А, вот, смотрите. Готово к посадке полезный груз, ДУ-самоход, ДУ-транспортер, дрон. И посадить ракету. Вот нам чего нужно было. Видите, я ее сразу типа не увидел. Хорошо. Давайте мы ее сейчас... Знаете, куда? Вот сюда с вами припхаем. Пусть она где-нибудь здесь и садится. И сейчас мы посмотрим, как это у нас происходит. Хотя мы видели, как уже садится ракета на поверхность Марса. Ничего такого эпичного больше, наверное, не произойдет. Так, выберите сканируемый сектор. Да, говно, вопрос. Вообще не проблема. Смотрите, все очень быстро происходит. Здесь только что что-то уничтожили. Уничтожили... А, нет, это не уничтожили. Это точки показывают, куда все это дело у нас летит. Давайте продолжать, наверное, сканировать дальше сектора. И просканируем мы с вами, наверное, вот таким вот образом. Для того, чтобы получился квадрат. Да, 4 на 4. Типа клетки. Так, здесь пока все хорошо. Подъедем немножечко поближе. У нас опять заканчивается энергия. Здесь бетона 78 из 80. Металлы 20, 20. Полимеры 10, 10. Разгрузка ракеты у нас идет полным ходом. Но заправка здесь, кстати, 60. Я подозреваю, что теперь ее можно запустить. Для того, чтобы она нам что-нибудь привезла еще. Готова к полету. Давайте попробуем ее запустить. По идее... Открыто достижение. Туда и обратно. Ракета у нас одна улетела. Получается, что мы сделали вполне себе неплохой обмен. А вторая ракета у нас разгружается. С Марса запущена ракета. Достигнута важная веха. Хорошо, я не против. В принципе, ребят, все у нас с вами под контролем. Единственное, что придется ставить сейчас. Какие-нибудь дополнительные источники питания. Я очень надеюсь, что базовый купол будет построен в кратчайшие сроки. Тем более, что к нему нужно будет подключать. Так, смотрите. Тут у нас проблема. Но дроны вроде бы как докатывают сюда. Так, смогу ли я его как-то поймать? Нажать на него. Куда он поехал? Почему он туда поехал? Что за бред? Так, у нас сюда ресурсы начинают складываться. Слушайте, сюда нужно будет поставить ДУ дронами, наверное, да? Для того, чтобы... ЦУ дронами. Вот так это называется. Для этой постройки требуется модуль. Привезите дополнительные модули земли на ракете. Или исследуйте соответствующую технологию. А получается, что это типа не ресурсы, да? Ну ладно, пусть пока это все работает. Раз хоть как-то работает. Надеюсь, что они будут понимать, как дозаправляться. Сейчас сюда мы поставим еще один бетоноэкстрактор. И базовый купол начинает свое... Начинает свою постройку. Вернее, даже продолжает. Давайте попробуем установить сюда... Попробуем сюда установить еще один бетоноэкстрактор. Вот таким вот образом. Потом соединим все это с ветродуем, чтобы все работало красиво. В принципе, склады у нас находятся недалеко. Но если на бетонохранилище остается еще примерно половина места, то здесь у нас есть место для пищи, для редких металлов, для полимеров, электроники. Ну совсем чуть-чуть. То есть он практически забит. Нужно будет придумать что-нибудь новое. Хорошо. Ход строительства. В принципе, практически закончен. Сейчас придется подключать, наверное, какой-нибудь кислород и какую-нибудь воду. Да, ребят, стройка идет. Все хорошо. Так, как у нас тут дела? Заправка 7,60. Сбор экспортных ресурсов. Я знаю, что для выработки топлива ракетного необходимо строить определенную постройку. Купол. Нет воды и нет кислорода, нет энергии. Это все как бы понятно. Но сейчас мы поставим сюда ветродуй. Он очень сильно необходим. Ветрогенератор. Сколько для купола вообще необходимо? Мало энергии. Нужно 15. Необходимо ставить аж целых 3, наверное, таких ветродуя. И тогда только все это дело у нас с вами заработает. Давайте попробуем установить. Установим мы это все где-нибудь рядышком. Значит, вот так вот будет у нас стоять один. Вот так у нас будет стоять второй. И вот так вот у нас будет стоять третий. Я очень надеюсь, что все в связке. Это заработает. Теперь необходимо подключить каким-то невероятным образом кислород к куполу. Понятное дело. Слушайте, выглядит он, конечно, эпично. Там скамеечки есть какие-то. Смотрите, фонари. Видимо, на этих вот локациях можно будет что-то устанавливать. Где-то здесь все это есть. Проверить постройки. Фильтр по чертам характера. Слушайте, очень круто. Очень классно все сделано. А вот у нас, значит, зоны для подключения труб, по всей видимости. Давайте сначала подключать непосредственно кислород. Потому что он стоит рядом. И почему бы, собственно говоря, и нет. Значит, ставим сейчас сюда и подключаем. Ой, что-то мне не нравится, как это все... Как-то очень странно. Ну, раз... Ладно, других вариантов я типа не вижу. Вроде бы сейчас все это подключится. Значит, мы видим, да, что мало кислорода, мало воды, ноль еды и мало энергии. Один ветродуй у нас уже заработал. Следовательно, при помощи силовых кабелей можно будет это все, ребят, подключить. Значит, подводим сейчас непосредственно к самому куполу. Подводим еще один купол. Я понимаю, что, возможно, я делаю все неправильно, ребят. Но я учусь и хочу учиться на своих собственных ошибках. Надеюсь, вы это прекрасно понимаете. А сейчас нам необходимо будет привязать дронов, наверное, к нашему... ДУ самоходу. Значит... А что, если я его сразу отправлю? Видите, они за ним поехали, типа. Давайте строить эту штуку. Давай, давай, загружаемся все, загружаемся. Нехер тут стоять. Давайте, поехали все. Работаем, работаем по приборам, как говорится. Вот этот, кстати, у нас не подзаряжен. Но, видимо, другой дрон его умеет подзаряжать. Видите, какая интересная тема. Так, значит, ресурсы. Ресурсы нам тоже, конечно же, нужны. Необходимы металлы и запчасти. Поэтому мы возьмем сейчас транспортер. Подъедем непосредственно к складу. Вот таким вот нехитрым образом. Давай, подкатывай, ёпта. Чё ты тупишь? Подкатывай. Хорошо. И теперь нам нужно загрузить ресурсы. А по ресурсам нам необходимы металлы. Кажется, да? Так, пока стоп. Стоямба. Стоямба. Загружаем ещё ресурс. Нам необходимы теперь запчасть. Пока вроде бы всё. Давайте отвезём для того, чтобы у нас уже шла постройка ещё одного бетонного экстрактора. Потому что его реально нужно дофига. Кстати, дроны кинулись добывать вместо рождения металлов. Добывать, собственно говоря, металлы. Энергии нам по-прежнему не хватает. Но все ветрогенераторы у нас построены. Берём ещё один силовой кабель и соединяем это всё вот таким вот образом. Сейчас дроны должны построить ещё один кабель. Один, кстати, видите? Нет, он не туда едет. Отщепился он почему-то. Мало энергии. Необходимо 15. Кислорода 1. То есть кислород у нас пошёл, по всей видимости, заполнять. Но чё-то как-то вот я не вижу никакого прогресса. У нас нет воды. Купол без энергии. Купол без воды. Аппараты с малым зарядом. Это всё предупреждение. Это понятно. Необходимо подключить к источнику воды. Вода нам тоже нужна. Но чёрт возьми, вы посмотрите, как, блядь, далеко он вообще находится. Это просто трэш какой-то. Представляете, куда придётся тянуть трубу? Но получится ли? Давайте мы попробуем сохранить игру на новое сохранение. У нас, кстати, 15-й сол. 15-й сол. И, судя по всему, ребят, могу ли я как-то провести это... Нет, ребят, сюда он не обойдёт. Неровная поверхность, видите, он не проходит. Блин, а как хотелось бы, ребят. Как хотелось бы. Блин, ну это так тупо на самом деле. Ну, то есть вода очень далеко. Вода, ну, очень далеко. Я так понимаю, что вода отсюда будет попадать непосредственно в водонапорную башню. Из водонапорной башни уже будет проходить дальше. Энергия, ребят, 15 есть. Кислород всего один. Потому что нет энергии. Это значит, что нужно будет поставить ещё один резервный ветрогенератор для вот этих всех вещей. То есть для исследовательской вышки и для МОКСи. Ну, потому что три вот этих обеспечивают у нас купол. Давайте попробуем это сделать. Ветрогенератор устанавливаем куда-нибудь вот сюда. Я понимаю, что можно было бы их ставить ближе, ребят. Но давайте мы их поставим так, чтобы они стояли где-то у нас все примерно одинаково. Так, смотрите. Трубы у нас строятся. Дроны как бы могут сюда доезжать. Ха. В чём здесь проблема? Подземная вода. Подземные залежи водяного льда. Я так понимаю, что здесь у нас произошла какая-то поломка. Сюда тоже, кстати, нужно будет поставить ветрогенератор. И воды у нас доступно 12406 из 12506. То есть ещё типа дохера, судя по всему. То есть всё это будет выкачиваться, подаваться непосредственно в купол. Кислород. Кислород. Почему кислород один? Может быть надо больше поставить этих установок? Или разницы никакой нет? Я уже не помню, куда ставятся эти установки, если честно. Так, сюда тоже придётся поставить, наверное, один ветрогенератор. Пусть они тоже как-нибудь работают. Мы их поставим между. Значит, если ветрогенератор у нас выдаёт где-то около 5,5 энергии. Базовая производительность 5. А потребление бетоногенератора у нас 5. Получается, что придётся поставить 2 ветрогенератора для того, чтобы они работали оба здесь с этой стороны. И где-то здесь поставить ещё какой-нибудь склад. Складик мы тоже с вами, наверное, здесь установим. Давайте попытаемся это сделать. Значит, универсальный склад. Склад для... Склад бетонохранилища мы здесь с вами установим рядышком. Видите, нам придётся как-то расширяться от этого купола. Идти куда-нибудь дальше. А здесь у нас стоит бетоногенератор. Может быть нам придётся его потом снести? Я пока не уверен. Ребят, в любом случае мы пока что учимся. Сюда поставим универсальный ещё склад. Пусть он у нас находится в этом состоянии. Сейчас они будут всё добывать. Всё будут сюда складывать. Ветрогенератор у нас тоже, наверное, сейчас будет работать. Поставим ещё, наверное, силовые кабели отсюда. Куда-нибудь. Пересечение с объектами. Видите как? Давайте вот так вот сделаем. То есть сейчас они его достроят. Получается, что в ночное время ветрогенератор будет работать на мозге. Потому что энергии необходимо 2. И на исследовательскую вышку энергии тоже необходимо 2. А 2. А сам ветрогенератор выдаёт 5. Поэтому всё должно получиться как будто бы. Купол без воды. Воды нет. Сюда они не доезжают. Ребят, нам нужно как-то... Вне радиуса действия СУ дронами. Нам нужно сюда отправить дроны. Для того, чтобы купол у нас начал функционировать. А для этого нам нужно этих дронов как-то, наверное, сюда забрать. Что же можно бы такое-нибудь придумать? Аккумулятор ДО аппарата. Слушайте, садится всё. Давайте мы, наверное, подъедем сюда. Они пойдут за ним. Сектор АФ4 сканирован. Вы не хотите загрузиться? Вы не хотите загрузиться, чтобы мы поехали куда-нибудь дальше? Было бы весьма неплохо. Тем более, что вот этот вот бетонный экстрактор, он тоже не исчерпал свои ресурсы. Слушайте, ну может быть поставим его где-нибудь здесь? Нет, 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 дружище. Ты должен ехать куда-нибудь сюда дальше. Я думаю, что туда мы дронов направим как-нибудь попозже. Пока он пусть там себе немножечко всё это дело вырабатывает. Куда бы тебя отправить? Куда бы тебя отправить? Ну куда-то сюда нужно отправить. Потому что здесь, видите, нам необходимо ставить сейчас... Необходимо ставить силовые кабели. Для того, чтобы вся эта херота у нас работала. Неровная поверхность. Да всё нормально, должно установиться. Так, он у нас едет или что происходит? ДУ-самоход. Так, ДУ-транспортер, ДУ-разведчик нас пока не интересует. Найдены новые аномалии. Да, сейчас мы всё это дело отправим. А он что не... Да ладно, ты не можешь здесь проехать что ли? А, он просто сел, ребят. Он просто сел, но... Его же нужно как-то зарядить. Судя по всему. Как-то не очень, конечно, хорошо у нас вышло. Аппараты могут заряжаться от энергосетей, а также друг от друга. В последнем случае уровень заряда обоих аппаратов уравнивается. Аккумулятор находится в режиме ожидания. Это получается, что я смогу сейчас подвести сюда вот эту штуку. Будет он заряжаться или нет? Нужно два одинаковых, видимо, да? Хорошо, давайте мы тогда отправим ДУ-разведчик туда, где у нас есть с вами аномалия. Слушайте, мы нашли ещё воду. Это очень круто. Аномалия у нас находится... Находится у нас аномалия где-то... Где-то наверху. Туда очень долго... Туда очень долго пробираться, но... Во-первых, его нужно зарядить. Давайте разбираться, как они заряжаются. Значит, мы берём с вами ДУ-разведчик, и он должен наехать куда-нибудь вот сюда на провод. Давайте проверим, будет ли это работать или всё-таки нет. Зарядка аккумулятора идёт, как вы видите. Это очень круто. Значит, здесь всё хорошо. Ветра, трубина у нас работает. В принципе, всё замечательно. Но знаете, что бы мне хотелось? Я хочу, чтобы ДУ-транспортер всё-таки приехал куда-нибудь сюда, и они здесь доделали трубы, чтобы вода у нас всё-таки в конечном итоге поступала. Вообще, нужно оставить один ДУ-транспортер где-то в этой зоне. Мы их сейчас высадим. Я думаю, что использовать они будут как раз-таки эти самые ресурсы. Мы, знаете, даже как сделаем? Мы поставим его сейчас вот сюда. А, подождите. ДУ-транспортер нам необходима тема с дронами. Вот он у нас находится. Ладно, едь сюда. Давай, 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 шустрее. Пока всё там оставим. Наедем сейчас на провод, на кабель силовой. А тебя мы, наверное, немножечко вернём. Сюда для ДУ-самохода необходимо, наверное, поставить ещё один провод какой-нибудь. Значит, здесь заправка 36 из 60. А ракету мы скоро с вами отправим. Так, ну и чё, как дела? В принципе, чё-то работает. Смотрите, значит, ДУ-самоход должен заряжаться. А, он не будет заряжаться, потому что здесь-то нет ветротурбины. Нам нужно будет её поставить. Да, сейчас они достроят, значит, трубу. Неплохо. Рекомендуемая постройка. Жилой блок. Колонисты селятся в жилых зданиях под куполами. Самое простое распространённое жильё. Так называемые жилые блоки. Вот давайте мы их попробуем с вами поставить. Разбираться, как это всё работает. Слушайте, мне кажется, что ветротурбину нужно будет поставить и сюда тоже. То есть, всё это будет работать посредством... Вообще, солнечную панель нужно было бы убрать, потому что... Ну, не фунциклирует это всё. Давайте поставим сюда, наверное, какой-нибудь генератор. Я его установлю, наверное, где-нибудь с этой, значит, стороны. Вот так вот. Сейчас они его доделают. Потом они доделают трубы. Потому что водичка у нас будет работать. Ресурсы будут добываться. Всё хорошо. А учёные ничего не исследуют. Ничего страшного. Сейчас разберёмся. Двигатель для среды с низкой гравитацией. Дроны и самоходы движутся на 25% быстрее. Слушайте, вот это хорошая штука. Автономные датчики и исследовательские вышки функционируют, не потребляя энергии и не нуждаются в обслуживании. Так, ЦУ, подождите. А как ничего не производят, если производят? Давай, производись. Дроны и самоходы движутся на 25% быстрее. Слушайте, это будет прям вообще классно. Пока, пока пусть работает эта тема. Так, что у нас тут с водой вообще происходит? Мы сейчас работаем, кстати, на быстром режиме. На тройной стрелочке. Выберите сканируемый сектор. Говно вопрос. Сейчас выберем. Значит, это будет первый, это второй, третий, четвёртый. Продолжаем обживаться. Я понимаю, что я сейчас оградил к этому куполу всяческий подход. Я не смогу что-то с ним сделать, но как есть, ребят. Может быть, мы потом что-нибудь перестроим. Понятное дело, что это будут определённые затраты по ресурсам. Вполне подходящий вариант для молодой колонии. Так, принимает новых колонистов. Рождение детей включено. А где у нас постройки? Значит, проверить постройки. Внутренние постройки. Включить, выключить фильтр внутренних построек. Так, источники энергии. Слушайте, по-моему, это находится, знаете, у нас где? Я думаю, что это находится где-то... Где-то вот здесь. Жилые блоки. Жильё для колонистов при отдыхе уровень комфорта повышается быстрее, чем в других видах жилья. Также здесь есть ясли. Это жильё для детей. Игровая площадка. Особые обучающиеся программы способствуют развитию достоинств у детей и услуги игры. Школа. Развивает в детях достоинства с помощью современной системы удалённого обучения. И научная лаборатория. Начинать мы будем, конечно же, с жилых блоков. Поставим сначала один где-то вот здесь. Все дроны сейчас кинулись и будут, видимо, производить... Производить эти постройки. Смотрите, как зажигается свет, типа, в ночное время суток. Очень круто всё это реализовано. Так, как у нас тут дела? Ммм, естественно. Естественно, нужно будет установить силовой кабель. Значит, как-то это всё не отсюда. Вот отсюда мы это протянем. Так. Сейчас они достроят силовые кабели. И тогда эта тема заработает. Но когда они поедут сюда что-нибудь делать... Блядь, мне очень хотелось бы, чтобы это происходило. Всё, силовой кабель есть. Дроны, в принципе, работают. Что необходимо для починки? Вне радиуса действуют СУ дронами. Ход строительства металлы нам необходим. Видите, какая тема. Ну, хорошо. Давайте попробуем переехать сюда. Значит, смотрите. Они у нас все складываются в вагон. Мы едем сюда, я надеюсь. Но тут нет никаких металлов. Хотя вон, наверное, что-то там у нас есть. Получается, что вот они выехали. Вот они выехали. И я подозреваю, что сюда нужно будет доставить... Сюда нужно будет доставить металлы. А металлы мы сможем доставить при помощи ДУ, мать его, транспортера. Поехали к складу. Сейчас возьмем эти самые металлы, загрузим их. И отвезем пусть до строя трубы, чтобы у нас была водычка. Так, отлично. Всё, этого достаточно, я думаю. Давайте ехать куда-нибудь сюда. Я думаю, что он найдёт проход в обход. Да, он будет ехать либо между трубами. Если мы просто станем здесь, будет ли они брать это со самой установки, типа колёсной транспортера? Вообще как бы должны. То есть нам склад здесь не нужен, нам складировать здесь вещи как бы вообще ни к чему. Сейчас главное просто подсоединить трубы. Вот, ребята, они достраиваются. Достраиваются весьма быстро. Так, давайте мы немножко приостановимся. И давайте разберёмся, что у нас с водой. Вода 1, кислород 1, энергия 16 из 15. Всё, друзья, у нас с вами работает. Обслуживание со временем строения ветшают. Постройки, незащищённые куполами, страдают в том числе от оседания пыли и природных бедствий. Обвешатым постройкам требуется внимание дрона, а также определённый ресурс. В противном случае может произойти сбой. Степень обветшания 94%. Ну, в принципе, всё. Я думаю, что ДУ-самоход можно будет отправить сейчас непосредственно сюда. Для того, чтобы они здесь всё это дело обслуживали. А ДУ-транспортер мы с вами отправим, наверное, куда-нибудь сюда. Пусть он здесь загружает. Мы возьмём, сделаем маршрут. Пусть он здесь загружает ресурсы. И выкладывает их непосредственно... Непосредственно куда-нибудь сюда. Я думаю, что как-то так это всё, ребят, и работает. Почему он так медленно едет? Это очень странно на самом деле. Но здесь дрона в них хватает. Доступно улучшение постройки. Чтобы заказать улучшение постройки, нажмите кнопку улучшения в правом верхнем углу панели данных постройки. То есть получается, что... Улучшать я могу... Так, сменить приоритет. Наверное, где-то... Где? Здесь, да? Усилитель. Усилитель. А так, здесь всё у нас включено. Приоритет можно сменить. Плюс 25 производительности, плюс 10 расходов. Получается, что мы типа улучшили, да? Или нет? Не очень понятно. Энергии 5. Ладно. Пассажирские ракеты. Как следует подготовившись, можно звать на Марс первых колонистов. Запустите пассажирскую ракету с Земли и посадите её возле одного из своих куполов. На ракете будет несколько... Некоторый запас продовольствия. Но надо заранее запасти воду и кислород. Подумать об энергии и жилом пространстве. То есть, в принципе, купол у нас готов. У нас есть жилые вот такие вот блоки. Жильё для колонистов. Я предлагаю завести первую какую-нибудь порцию, ребят. И, наверное, на этом потихонечку заканчивать. Эта ракета пока что у нас пусть работает. Значит, здесь у нас всё хорошо. Обслуживание дронами происходит, в общем-то, вполне себе адекватно. Здесь у нас дроны не работают. Нужно будет послать их. Нужно будет, собственно, изготавливать каким-то нехитрым, видимо, образом. Робототехника у нас исследуется. Я могу, видимо, послать туда для исследования аномалии. Нам нужен ДУ-разведчик. Подождите, а куда мы его с вами вообще отправляли? Где он находится? Так, ДУ-разведчик. ДУ-разведчик у нас стоит вот здесь. Блин, да вы издеваетесь. Давайте проанализируем аномалию. Слушайте, вот это очень плохая штука. Аппараты с малым зарядом. Посмотреть место... О-о-о-о! Вот это прям печаль, беда. Сбои в работе. Одно из ваших зданий перестало работать. Сбои могут быть вызваны нехваткой ресурсов для обслуживания или внешним воздействием. Здание можно ремонтировать дронами, но в зоне должен быть необходимый для обслуживания запас. Видите, энергии у нас нет, поэтому мы пока отставляем. Мы пока с вами отставляем. Давайте сюда привезем их, пусть они ремонтируют все эти вещи, потому что... Ну, потому что как-то стрёмно. Только построили и всё пошло на смарку. Всё у нас... Всё у нас стало очень плохо. Так, ДУ-транспортер. Слушайте, нужно как-то это всё выгрузить. Будешь ты выгружать? Так, выгружаем, значит, мы с вами металлы. Да? Выгружаем мы с вами бетон. Ну, подожди, чё-то не то я делаю. Значит, это у нас... Выгружаем всё. Выгружайся давай, какого хера ты стоишь. Что он очень медленно это делает? Ну, типа ок. Так, когда у нас начнутся чиниться какие-нибудь уэщи? Одно из ваших зданий перестали... Я знаю, я знаю, сейчас всё будет хорошо. Дроны чё-то какие-то вялые ходят. Тут автосохранение у нас прошло. Давайте посмотрим, есть ли ещё какие-нибудь точки. Ресурсов, кстати, найдено вполне себе неплохое количество. Нужно будет как-то до них, правда, до всех дотянуться. Значит, будет у нас третья, четвёртая, пятая, шестая. Давайте посмотрим, что у нас ДУ самоход. В принципе, самоход разведчика подъехал к аномалии и начинает её изучать. Изучение у нас пошло. Не очень быстро, конечно, но пошло. Так, давайте попробуем назад немножечко отклониться. Слушайте, неплохо, неплохо всё это работает. У нас высокая нагруженность дронов. Ой, ДУ самоход. Ладно, мы к нему подкатим другой какой-нибудь самоход. Транспортер. Так, там у нас выгрузка произошла, да, видимо? Это что у нас вообще? Что он перевозит? Он перевозит металл и, видимо, не хватает типа места. Давайте зададим ему маршрут. Я подозреваю, что сейчас нужно загрузить ресурс и выгрузить его нужно будет где-то здесь. Будет ли он вообще что-нибудь делать? Чё они такие медленные, чё они такие вялые? Нехватка энергии, я как бы понимаю. Так, энергия у нас восстановлена. Ребят, энергия у нас восстановлена. А, они медленные, потому что я скорой снизил, друзья. Господи, хоро тупить, юрец. Они просто так сами по себе ездят. Сектор J8 просканирован. Проблема с транспортировкой. Ну что, давайте, наверное, мы позовем с вами ракеточку. Ракеточку, которая будет у нас привозить первых колонистов. Вот здесь нужны дроны, кстати. Нужно с этим что-то обязательно сделать. Значит, переходим сейчас в ракету. Пассажирская ракета. Возрастная группа. Типа отключена. Профессия. Ой, я даже не знаю, кого. Мужчины, женщины. То есть, это типа фильтры. Все черты. 179. Это типа людей из 268. А мест в ракете всего 12, судя по всему. По профессии, ребят. Давайте, мы, наверное, знаете кого? Ботаников привезем с вами. Привезем с вами медиков. Привезем с вами инженеров. И привезем... Так. Доступно мест колонии 14. Все черты. 170. Блин. Нужно как-то распределять так, чтобы было меньше... Чтобы было меньше. Выживаемость. Давайте повышать. 148 из 203. Святость. Набожность. Любовь к видеоиграм. Технарь. 148. Так. Выносливость. Трудолюбие, естественно. Нужно сексуальность. Спокойствие. Гениальность. У нас вообще все типа в нулях. Возрастная группа. Детство, юность, зрелость. Давайте зрелых привезем. 118 из 177. Особенности. Тяга к странствиям. По образу и подобию. Веганство. Ну, наверное, нет. Так. Все черты. 28 из 37. Пока что все. Что еще можно сделать? Недостатки. Тупость. Алкоголизм. Азартность. Обжорство. Ипохондрия. Вольщивость. Меланхолия. Замкнутость. Ну, слушайте. Замкнутость это в принципе не порог. Я не знаю. Можно ли их как-то будет сейчас привезти. Я привезу вообще каких-то дебилов, которые не захотят никак работать. Собственно, что-то мы здесь с вами повыбирали. Колонисты разделены на 5 возрастных групп. Дети, пожилые люди не работают. Колонисты, у которых больше нужный черт, сядут в ракету. Ну, собственно, все. Запускаем. Я подозреваю, что теперь можно... СУ дронами можно установить. Слушайте. Так, свобода. Движется к Марсу. Ход полета 4%. Я подозреваю, что это эта ракета у нас и летит. Хе-хе-хе. Нихера не понимаю, что здесь происходит. Анализ аномалий завершен. Давайте мы вернем, наверное, сейчас наше транспортное средство. Нас интересует с вами ДУ-разведчик. Вот он есть. Давай, есть, наверное, куда-нибудь обратно. Исследование у нас завершено. Ты у нас станешь куда-нибудь на проводочек вот сюда. Пока что будешь здесь стоять. Ученые ничего не исследуют. Автоматизированный склад. Новая постройка. Склады 12.3. Комплекс ладов позволяет хранить большее количество ресурсов. Но необходимо длительное строительство и много энергии. Ну, это как-то типа не очень. Магнитная фильтрация. Улучшение МОКСИ. Магнитная фильтрация. Выработка кислорода увеличится на 50%. Давайте кислород нам нужен будет для нашего биокупола. Ну, в принципе, и все. 17% у нас летит ракета, судя по всему. Здесь 52,60. Мы сможем скоро ее домой отправить. Вот этих всех дронов нужно будет каким-то образом распределить. Мы, естественно, можем поставить СУ дронами на какую-нибудь из площадок для того, чтобы здесь усилили какие-нибудь... А, видите, они стали, короче, забирают энергию. Давайте мы их вот сюда, наверное, будем ставить. Ты вот тоже идешь сюда. Сейчас они слезут с провода, типа, и энергия восстановилась. Видите, как это здесь все работает. Ну что, в принципе, вот такая вот получается у нас сегодня серия. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. 42 минуты. Это достаточно долго. Обычно 30-35 минут. Но не суть важно. В игре есть смысл разбираться. Я очень надеюсь, что вы поддержите этот видос лайком. Подписывайтесь на канал. Паблик ВК, Твич. У нас тоже, ребят, существует. Подписывайтесь и туда тоже. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч. И до новых видео. Скоро обязательно увидимся. Я надеюсь, что будет больше серии по этой замечательной игрушке. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok